Вести Карачаева, Черкесия Республика вошла в топ-10 в рейтинге Минцифр России по созданию и ведению официальных страниц в социальных сетях. Далее об этих и других темах подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свои искренние соболезнования родным и близким выразил руководитель региона Рашид Тимрезов, который отметил, что для всей Карачаевой Черкесии это невосполнимая потеря. Григорий Овсиенко был и останется безоговорочным примером мужества, патриотизма и жизнестойкости. Светлая память Григорию Павловичу, вечная слава его великому подвигу, написал в своем телеграм-канале глава республики. Общественность Карачаевой Черкесии почтила память видного государственного и политического деятеля Назира Хапсирокова. Мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения Назира Хизировича, прошло в сквере имени Сергея Есенина на площадке перед его же памятником. В собрании приняли участие представители власти, общественных организаций, делегаций из городских округов и муниципальных районов республики, родственники и друзья Назира Хапсирокова. От имени главы республики выступил председатель регионального народного собрания Александр Иванов. Он отметил, что Назир Хизирович был человеком государственным, служение родному Отечеству было делом всей его жизни. Чуткий, отзывчивый человек, интернационалист, который многое делал для укрепления мира и единства между представителями разных национальностей. Для народов Кавказа Назир Хизирович Хапсироков был защитником национальных и государственных интересов, надежным, крепким плечом в решении самых непростых вопросов и задач. Назир Хизирович из тех людей, которыми гордятся, которых любят и уважают. В Карачаевске открыли памятник выдающемуся государственному, общественно-политическому деятелю Карачаевой Черкесии, первому депутату Верховного Совета СССР, председателю облисполкома Карачаевской автономной области Магомету Чучаеву. Магомет Шаухалович, участник Великой Отечественной войны, принимал активное участие в возвращении карачаевского народа из мест депортации. Магомет Шаухалович был человеком, который до конца жизни любил свой народ и безмерно был предан своей родине. Правительство страны увеличит финансирование субъектов на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Помимо конкурса в рамках профильного федерального проекта по формированию комфортной городской среды реализуются и другие мероприятия. Все они также направлены на решение задач, которые определил глава государства. Стоимость работ в российских субъектах, оплачиваемых за счет субсидий из федерального бюджета, может, конечно, существенно различаться в зависимости от территории. Ну, к примеру, цены в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе могут быть выше, но от численности населения ниже, чем в других регионах. Нужно выровнять условия предоставления такой поддержки. Повысить минимальный порог этой субсидии, чтобы субъекты Российской Федерации получали на реализацию программ не менее 100 миллионов рублей. Прошу вас подготовить проект постановления об увеличении финансирования, ну и, конечно, контролировать, чтобы уже со следующего года регионы могли ориентироваться на более высокую поддержку со стороны федерального бюджета. В Карачаево-Черкесии завершилось благоустройство 13 общественных территорий. Это весь объем работ, запланированный в текущем году в рамках партийного проекта «Городская среда». Новые детские и спортивные площадки, качественная плитка и асфальтовое покрытие, уличное освещение, разнообразные малые архитектурные формы, лавочки и урны появились во многих населенных пунктах республики с населением более 200 тысяч человек. Среди них – республиканская столица, в которой благоустроены сразу две общественные территории – Центральный парк и Сквер на проспекте Ленина. Во втором по численности городе Усть-Джигуте также обновился парк. Жители соседнего аула Старая Джигута впервые за всю историю получили уютное место отдыха. А на улице Мира Карачаевска появилась аллея, на которой старый весь выбоиных асфальт заменили на качественное плиточное покрытие, установили детскую площадку, лавочки и освещение. Кроме того, в ауле Каменомост Карачаевского района обустроен сквер, а в другой части республики, в отдаленных станицах Сторожевой и Преградной, благоустроены Центральные парки. Общественные территории появились также в селах Терезе, Адельхалк, Знаменское, Зиюка и Вакожили. Компортная городская среда Уже к концу года в Черкесске будут полностью завершены работы в парке РТИ, который обустраивается в четыре этапа. Теперь у жителей прилегающего района, республиканской столицы, абсолютно новый и комфортный парк, отвечающий самым высоким стандартам и запросам. Об этом рассказал ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкеска Урслан Джукаев. Было проведено три этапа работ. Это и фонтан, и дорожки, и велосипедные дорожки. То есть все этапы мы ранее уже освещали, говорили. На данный момент идет работа по завершению четвертого этапа. Это получается у нас обустройство пешеходных дорожек. То есть мы кладем плитку. И также будет построен общественный санузел, который здесь по обратной связи от граждан города Черкеска был необходим. То есть на данный момент мы завершаем эти виды работ. Мы покроем все зоны черноземом. К весне будет уже доделано озеленение. Карачаева Черкесия вошла в топ-10 в рейтинге Минцифр России по созданию и введению официальных страниц в социальных сетях. Рейтинг показывает, насколько эффективно органы власти и организации в субъектах ведут соцсети и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности. Рейтинг разработан совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог регионы». Он включает два блока показателей по созданию и подтверждению официальных страниц и по качеству их введения. В Карачаево-Черкесии усилят контроль над работой управляющих компаний. В региональном министерстве строительства и ЖКХ состоялось совещание по вопросам повышения эффективности управления многоквартирными домами, качества предоставляемых ими услуг и возникающих проблем. Внимание было обращено на своевременную и качественную отработку жалоб и обращений граждан. Представители управляющих компаний озвучили вопросы, по которым наиболее часто поступают обращения от жильцов домов и пути их решения. Министр строительства и ЖКХ Республики Ренат Семенов выступил с инициативой создать на базе ведомства оперативный штаб по отработке жалоб, поступающих от населения. В состав рабочей группы вошли курирующие сотрудники Министерства строительства и ЖКХ, представители управления Государственного жилищного надзора Республики, фонда капитального ремонта и управляющие компании Республики. Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Право на кредитные каникулы появится также у членов семей мобилизованных, включая супругов и лиц, которые находятся у них на иждивении. Каникулы будут распространяться на кредиты, взятые до призыва. Подробности сообщила начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии Залина Шевхожева. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике сообщает, что исполнительные производства в отношении мобилизованных могут быть приостановлены. В соответствии с частью 2 статьи 40, если должник является участником боевых действий или признан по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то исполнительные производства могут быть приостановлены полностью либо частично. Заявление о приостановлении исполнительного производства можно будет подать в пунктах военного комиссариата. Более того, близкий родственник может подать данное заявление при наличии своего паспорта, удостоверяющего личность в любом структурном подразделении. И это заявление судебным приставом исполнительным рассматривается в течение суток и принимается решение о приостановлении исполнительного производства полностью либо частично. По данным регионального Минсельхоза, в сельхозпредприятиях республики намолочено более 111 тысяч тонн зерна. В частности, зерновые колоссовые и зернобобовые культуры убраны на площади более 31 тысячи гектаров. В настоящее время на полях Карачаева-Черкесии продолжается уборочная кампания зерновых и технических культур. На сегодняшний день убрано кукурузы на зерно 4695 тонн, картофеля более 19 тысяч, подсолнечника более 10 тысяч, сахарной свеклы более 380 тысяч и овощей около 1500 тонн. Еще две партии дополнительного обмундирования, продовольствия и теплой одежды направлены нашим мобилизованным в рамках работы республиканского штаба по формированию централизованной дополнительной помощи участникам спецоперации. Работа по сбору дополнительного снаряжения не прекращается ни на один день. К деятельности региональных властей все активнее начинают подключаться предприниматели и меценаты, общественные и волонтерские организации и просто неравнодушные жители Карачаева-Черкесии. Очередная партия гуманитарного груза направлена из Карачаева-Черкесии военнослужащим участникам специальной военной операции на Украине. Десятки наименований продовольственных и непродовольственных товаров отправили нашим землякам. В акции, организованной общественным движением «Мы вместе» приняли участие неравнодушные жители и родственники мобилизованных. Большинство посылок имеют конкретного адресата и будут доставлены лично в руки военнослужащих 34-й бригады, укомплектованной из числа жителей Карачаева-Черкесии. Об этом рассказала руководитель волонтерского штаба «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии Ася Хакерова. В социальных сетях мы такой клич кинули, что мы собираем помощь для наших мобилизованных. Понятно, что сейчас близится время к зиме. То есть это средства личной гигиены, теплая одежда, носки, балаклавы, нательное белье, термобелье. У нас есть люди, которые самостоятельно откликнулись, как физические лица приняли участие в этой акции, так и бизнес-сообщество подключилось. Это некоммерческие организации, естественно, органы власти оказали нам поддержку. Мы будем собирать все и отправлять. В Карачаево-Черкесии завершился форум «Межкультурный диалог», участники которого представили проекты, призванные объединять и развивать регионы Северного Кавказа. По итогам совместной работы участники мероприятия подготовили и социальные проекты, из которых эксперты отобрали лучшие. В результате первое место заняла команда «Культур» с идеей разработки маршрутной карты с посещением туристических мест Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Обладателем второго места стала команда «Духовный фундамент-2023» с проектом «Система наставничества. Формирование духовно-нравственных ценностей». Ну и третье место разделили между собой команды «Мой Кавказ, моя Россия» и «Умный Кавказ», проекты которых были нацелены на разработку инструментов сохранения родного языка и культуры. В Карачаево-Черкесии будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи. Организация «Моя карьера» станет пространством социальных возможностей, под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди, социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей, которые будут обучать новое поколение специалистов. Подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. «Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры подведенственного учреждения министерства заключается в том, чтобы оказать содействие в профессиональном развитии и успешной самореализации молодежи Карачаевской республики в профессиональной деятельности». В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день провакцинировано 122 390 жителей Карачаева-Черкесии, из них 51 700 человек – дети. Всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева полным ходом идет ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важной задачей, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Корпус, по мнению студентов и педагогов, должен остаться узнаваемым и сохранить свою историческую внешность, комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание и уже с нового неучебного года, календарного года наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых, эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную прудотную архитектуру. С другой стороны, студенчество – это шаг в будущее. Это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно. Вот соединить классику, традиции и желание идти вперед. В Народный фронт Карачаева-Черкесии обратились жители, которые сообщили о том, что у онкологического диспансера в республиканской столице нет открытой остановки. В случае осадков или ветра им негде укрыться, пока ждут свой транспорт. Еще большую актуальность эта проблема приобретает с наступлением холодов. Комментирует информацию член регионального штаба Народного фронта в Карачаевой-Черкесии Денис Струговцов. Народный фронт призвал власти города Черкеска обустроить у онкологического диспансера оборудованную по стандартам крытую остановку. Люди жалуются, что в дождь и ветер им приходится стоять на открытом пространстве. Онкодиспансер и поликлиника, которая находится рядом, активно посещаемые людьми места. Медицинские объекты работают уже не первый год. Несмотря на это, до сих пор не предусмотрена крытая остановка для людей. Люди стоят просто на тротуаре. Кроме отсутствия крытой остановки, существенным замечанием является то, что место остановки находится прямо на парковке частного транспорта, обозначенной разметкой. Люди вынуждены проходить через припаркованные автомобили к маршрутному транспорту, который останавливается на проезжей части. Народный фронт обратился с данным вопросом в мэрию города Черкеска. Остановку необходимо людям сделать, и мы будем добиваться ее обустройства. Заслуженный работник культуры Карачаева Черкесия Аминат Напшево провела мастер-класс по этническим орнаментам для школьников абазинского района. В рамках мероприятия под названием «Узоры и орнаменты в современном дизайне одежды» ребята из Эльбургана и Инжичукуна рассказали о разнообразии абазинских орнаментов. Их познакомили с историей орнаментального искусства абазин и основными элементами традиционного костюма. В станице Суворовская Ставропольского края прошло первенство региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России» по боксу среди юниоров 16-17 лет. Нашу республику представлял Амин Алакаев в весовой категории 54 килограмма. Амин провел три боя, во всех боях одержал уверенную победу и получил право выступать на всероссийских соревнованиях Кубок России, которые пройдут в ноябре в Санкт-Петербурге. Россия. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. В горах снег, туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 9, в горах местами до плюс 4. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 9 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около семи часов. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!